Сегодняшняя тема. Канун нового года, время чудес. Как раз сейчас у вас выходит новогодний клип на песню «Все произойдет», которая была создана в поддержку благотворительной программы «Мир без слез» в рамках творческого проекта «Команда ВТБ. Арт. Спорт. Хайп». Расскажите, что для вас значит участие в этом проекте? Для меня это значит, во-первых, подсветить очень крутую и очень важную благотворительную программу, которая существует уже более 17 лет. Во-вторых, обрамить ее в такую сказочную историю. Мне очень радостно быть причастной к визуализации этой очень полезной для общества истории. Недавно вы высказались на тему новогодних корпоративов. Почему на ваш взгляд важно оставить людям маленький праздник перед Новым годом? Я нигде не высказывалась, не выступала с официальным заявлением. Когда у меня спрашивают, участвую ли я в съемках, да, участвую. Это моя ответственность и да, мне хочется, чтобы у людей было маленькое чудо, была маленькая радость во время праздников и перед праздниками. Не вижу в этом ничего такого. Сейчас многие звезды дают концерты онлайн, при этом продают на такие события билеты. Как думаете, скоро офлайн-события исчезнут? Не исчезнут окончательно концерты никуда. Я думаю, что мы переживем это время и все. Просто у нас появилась еще одна возможность взаимодействовать с людьми. Это как с телевидением, которое обязательно должно было пропасть сразу после появления интернета. Или как с книгами, которые куда-то должны были обязательно деться после выхода электронных книг. Нет, никуда ничего не делось, просто теперь есть несколько способов взаимодействия со своей аудиторией. И не забудь посмотреть нашу галерею со звездами, где они рассказывают о главных событиях 2020 года. Многие музыканты используют несколько творческих псевдонимов. Вы, не исключение. Поклонники Ёлки и поклонники Яви Мягкий Знак, это два разных лагеря. Я понятия не имею, честно говоря, и не занимаюсь анализом этого. Для меня это два разных состояния. Это причина, по которой появилось два разных имени. Несмотря на век феминизма и поощрения того, что женщины работают и самосовершенствуются, у нас в России почему-то принято считать, что главная роль женщины быть матерью и супругой. Что вы думаете на этот счет? Я думаю, что это атовизм, и очень жаль, что у нас не уважается выбор женщины иметь или не иметь детей. И особенно обидно, наверняка, тем женщинам, которые не просто сделали выбор, хотя тоже непонятно, почему кому-то виднее, как им жить их жизнь. А особенно больно, конечно, от таких мыслей женщинам, которые не могут завести детей, хотя и тратят на это все силы и всю жизнь. Поэтому, я думаю, мы будем все гораздо более счастливы, когда начнем по-настоящему думать о своей жизни, планировать свою жизнь, а к окружающим нас людям проявлять исключительно симпатию, а не пытаться принимать за них решения. 2020 год подходит к концу. Какая ваша главная мечта на будущий год? Я, пожалуй, оставлю ее при себе, чтобы она обязательно сбылась. И всем желаю, чтобы их мечты исполнились. Еще читай наши другие интервью.